Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Понедельник, 21 мая и начинаем нашу разбор, как всегда, с пары евро-доллар. Пара евро-доллар сегодня с утра уже обновляет минимальные значения, которые были зафиксированы в пятницу, что в свою очередь подтверждает сохранение нисходящей тенденции по данному активу и следующей цели по снижению это область 1.16.93. Ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальных значениях, которые были зафиксированы в пятницу по цене 1.18.21. Пока торгуемся ниже данного уровня, тенденция нисходящая сохраняется. Пара британский фунт, американский доллар, после попыток закрепиться выше максимума 16 мая, попытки эти увидели мы на прошлой неделе, не смогли удержаться выше отметки 1.3454. Сегодня с утра преодолели данный уровень, что нас возвращает к нисходящему сценарию по данному активу. Следующие цели по снижению это область 1.3368, а ближайший разворотный уровень на текущий момент оставляем на максимальных значениях, которые были зафиксированы в пятницу по цене 1.3527. По паре американский доллар, канадский доллар, тенденция восходящая сохраняется. Дополнительный подтверждающий импульс мы получили во второй половине пятницы, ушли выше максимальные значения, которые были 17 мая зафиксированы, и движемся по направлению на 1.30. Ближайшая цель это уход выше уровня 1.2923, максимальные значения 15 мая, и дальше движение уже на 1.30, максимум который был зафиксирован 8 мая. Ближайший разворотный уровень по данной формации отмечаем на минимуме пятницы, это отметка 1.2790. По паре американский доллар, японская иена, тенденция восходящая сохраняется. Следующие цели роста это область 111.81, ближайший разворотный уровень также находится на минимуме пятницы, это отметка 110.60. По паре австралийский доллар, американский доллар, сохраняется нисходящая тенденция. Ближайшие цели это уход ниже минимумов, которые были зафиксированы в пятницу, отметка 74.87, и далее движение на уровень 74.40, и далее на 74.12. Ближайший разворотный уровень по данной формации до обновления минимума, которые были зафиксированы в пятницу, оставляем на максимуме 17 мая, это отметка 75.47. По паре еврофунтов, общее направление нисходящее также сохраняется. Следующие цели по снижению это область 8.664, ближайший разворотный уровень отмечаем за областью сопротивления, который был зафиксирован по цене 87.53. Этот уровень можем расценивать как краткосрочный, в рамках часового таймфрейма среднесрочный, более важный, находится на максимуме 16 мая. По золоту, сегодня также мы с утра видим уже уход ниже минимальной значений, которые были зафиксированы на прошлой неделе, пробили отметку 1286 долларов за тройскую унцию, что в свою очередь подтверждает сохранение также нисходящей тенденции. Следующие цели среднесрочные это область 1265, ближайший разворотный уровень отмечаем на максимуме, который был зафиксирован 17 и 18 мая по цене 1294. По нефтемарке Brent общее направление сохраняется в восходящее, в пятницу смогли уйти ниже минимумов, которые были зафиксированы 17 мая, но пока общая картина это не меняет. Важный уровень для отмены восходящего движения по нефтемарке Brent находится на минимале значений 16 мая, это отметка 7801. Пока торгуемся выше данного уровня, нисходящее движение расцениваем как коррекцию, соответственно покупки в этом случае будут наиболее интересны, но до момента преодоления уровня 78. По биткоину на выходных мы увидели возобновление роста, в субботу мы смогли закрепиться выше максимума, которые были сформированы в пятницу, это отметка 8242 доллара за один биткоин, пробили данный уровень и на текущий момент отмечаем восстановительное движение, восходящее. Следующие цели по данному движению это область 8838 и далее движение по направлению на 9500-9600. Ближайший разворотный уровень по данному активу отмечаем на минимуме, который был зафиксирован вчера в воскресенье по цене 8108 долларов за один биткоин. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание, с вами был Саков Роман, как всегда напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы писать в комментариях. Сегодня также понедельник, это значит, что мы встретимся с вами в 18.30 на большом вебинаре, на котором уже разберем каждый из инструментов более подробно и где я также отвечу на ваши вопросы. Чтобы получить доступ к данному вебинару, необходимо быть подписанным на YouTube канал, ну и соответственно, если вы нажмете на колокольчик, то вам придет за полчаса уведомление и вы этот вебинар не пропустите. Всем желаю хорошей торговой недели, хорошего торгового дня, увидимся вечером на вебинаре. Всем спасибо и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok